очагов тв представляет добрый вечер привет о чем общаетесь о войне, о политической ситуации между Россией и Украиной о чем же еще понятно, кто там выигрывает кто проигрывает где там а вы общаетесь о войне я же вот интересуюсь кто выигрывает, кто там проигрывает ну смотря в чем смотря мы говорим о долгосроке о краткосроке а как вы считаете, кто проигрывает, кто выигрывает а зачем вы задаете вопрос на вопрос я же вам задал вопрос вы слишком пространный вопрос задали на него можно читать лекцию 2 часа если хотите поговорить задайте специфический вопрос я отвечу ну хорошо кто сейчас в данный момент держит победу именно Украина конечно а в долгосрочном кто? тоже Украина тоже Украина а почему? и в среднесрочном тоже Украина будете смеяться то есть Россию разобьют и полностью все это само почему разобьют? кто сказал, что Россию разобьют? победа Украины будет заключаться не в том чтобы разбить Россию хотя это конечно было бы не лишним а победа Украины будет заключаться в том что выкинут всех ваших захватчиков со всех оккупированных украинских территорий а вот и все конечно это и будет победа Украины и ваш проигрыш вот и почему ваш? я же вам не сказал что я с какой стороны так я вижу что ты из России не ты, а вы не ты ко мне я не из России я понимаю а что ты говоришь мне что я из России ты, ты из какой страны? я говорю ты мне не тыкай я тебе не тибекал я тебе не говорю что я из России как это? ты мне не тыкай ты мне говоришь ты не тыкай а ты из какой страны? я тебе еще раз повторяю ты мне начал тебе вот тыкать Тихо, 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 тихо. Успокойся, ты спокойно умеешь разговаривать. Ты из какой страны? Какая разница, из Израиля. Слушай, ну я же вижу, что ты из России. Зачем ты сидишь и врешь? Ты знаешь, как россиянина легко отличить? Как только слышишь ложь, это россиянин. Сразу. Так я от тебя слышу ложь, значит ты хер знает кто, блядь. Значит я россиянин, да? Ты из какой страны, а? Орг. Я тебе еще раз повторяю, Израиль. Да? Покажи на иврите любую надпись вокруг тебя. Любой продукт возьми. Я не знаю, иврита. А, все, да, понятно. Я понимаю, что ты не знаешь. Возьми там соль, любой продукт какой-то и покажи надпись на иврите. Давай, брехло. Ты обычное российское балаболище, понимаешь? И как определить балабола? Вот оно сидит перед тобой, российский балабол. Для чего ты врешь, что ты из Израиля? Ты в своих только влажных мечтах можешь в Израиль попасть. Тебя туда не пустят. В цивилизованную страну не пустят тебя туда. Ты знаешь, как вас оттуда пачками разворачивают? Израильтяне. И не после того, как Хамас напал на Израиль, а еще до того вас разворачивали и правильно делали. Слушай, ты мне вот скажи, ты сейчас сказал то, что ты там какой-то знаешь что-то. Я тебе задал вопрос, ответь на него. На какой вопрос тебе ответить? Вот почему должна Украина там что-то выиграть или не выиграть? Ты ж такой там, я не знаю, в очках сидишь, в дурачках. Я же тебе ответил, задай конкретно вопрос. Ну, я задал конкретно вопрос. Как, почему Украина должна выиграть? Почему? Потому что страна, которую пытаются захватить, оккупировать фашистюги из вашей страны, ваша страна должна быть выбита. Все захватчики должны быть выбиты с территории Украины. Именно поэтому Украина должна это сделать, что непонятно. Как она выиграет? То есть, я объяснил, выгнав всех ваших захватчиков со всех оккупированных территорий. Ну, хорошо. Ты пойдешь, возьмешь автомат в руки или что ты сделаешь? Нет, нет. Там есть украинская армия, которая прекрасненько, прекрасненько с этим справляется. По мере поступления новых, большего количества вооружений с Запада, все лучше и лучше. Сейчас придут Ф-16. Смотри, ты знаешь события? Одномоторный самолет Ф-16, да? Что значит моторный? Одномоторный самолет Ф-16. То есть он придет туда с одним мотором. То есть, как бы, вот самолетики эти взлетели с одним мотором. А сколько у Ф-16 турбин, как ты думаешь? Одно. Ну, а при чем тут мотор? Турбину мотором кто-то когда-то называет? То есть, ты вообще не соображаешь, что такое вот Ф-16 и что такое там сухари, миги. Ну, хорошо, подожди. Что меняется от того, что там одна турбина? Слушай, дружочек, с тобой, блядь, вот разговаривали. Ну, ответь на простой вопрос. Что меняется от того, что там одна турбина? Что ты этим хотел сказать? Потому что там не две турбины, а одна. Да, он более эффективный, меньше сживет топлива, более маневренный за счет этого. Он менее эффективный, то есть, если сшибить один мотор, то он сдох. Ты понимаешь, в чем дело? Если сшибить один мотор у любого двухмоторного, как ты называешь моторного, двухтурбинного самолета российского, сушки там двухмоторные, да, есть и так далее. Если одна турбина ее сшибить, то или крыло отвалится. В общем, самолет лететь не сможет. Две турбины помогают тогда, когда... Подожди, дай я закончу мысль. Дай я закончу мысль. Дай я закончу мысль. Смотри. Смотри. Вторая турбина может... Или там третья, четвертая, разные самолеты, разное количество турбин. Иногда шесть турбин, может быть, да. Вторая и более турбина может помочь тогда, когда отказала, отказала одна турбина. Отказала. А не тогда, когда самолет сбили, что там турбина перестала работать. Он тут же заходит на таких скоростях, он заходит в такую, из которой не выбираются, понимаешь? Хорошо, хорошо. Даже если у него на месте остались плоскости. Ты не понимаешь элементарных вещей. Послушай тебе меня. Да, да. Слушай, дебилюга, почитай. Тихо, не ругайся. Я тебя не оскорблял. Чего ты ругаешься? Ты умеешь спокойно говорить? Зачем ты меня оскорбляешь? Не могу. Просто ты такую ересь несешь. Хорошо. Скажи мне, в чем я несу ересь. Какую эту херню? Так расскажи мне. Мы же с тобой сейчас диалог ведем. Расскажи мне. Может, я что-то не знаю. Я тебе... Ты ни хера не смотришь. С тобой просто с тупорезом разговаривать невозможно. Ну почему? Объясни мне. Объясни мне. Ты умеешь объяснять? Таким людям нет. Таким людям, как ты, нет. А ты попытайся. Ты же ничего не попытался даже мне ничего. Не хочу. Не хочу. Я даже объясняю. То есть ты понял, что ты никак не тянешь разговор хоть так, хоть эдак со мной. У меня на катере два двигателя. Я знаю, что это такое. И на яхте у меня четыре двигателя. Я знаю, что это такое. А ты не знаешь, что такое на самолете, блядь, два двигателя. Тихо, тихо, не ругайся, не ругайся матом. Слушай, смотри, на катере я с тобой согласен. Я с тобой не ругался. Ну подожди, можно я... Ты мне даже закончишь предложение. Нельзя, нельзя. Я с идиотами разговариваю. Смотри, рассказываю тебе. На катере... А, всё, да. Ну, понятно. Он идиот. Сравнивает двигатели на катере с двигателем на самолёте. Ещё раз повторяю, для вот таких идиотов. На катере, да, есть смысл иметь два двигателя. Объясню почему. Потому что если один двигатель выходит из строя, то на втором двигателе катер уйдёт, по крайней мере, там, на место постоянной дислокации. Если на гражданском самолёте отказала одна турбина из двух там или четырёх, неважно, высока вероятность того, что он на одной турбине вернётся и худо-бедно там сможет посадить самолёт. Но если турбина повреждена в результате обстрела, то есть взрыва, ракеты и так далее, то это далеко не то же самое, когда турбина просто отказывает и всё остаётся целым. Человек, я не знаю, он понял это, не понял. Может быть, он понял, поэтому убежал. Есть у меня такое подозрение. А если он этого не понял, то он просто, ну, мягко говоря, недалёкий чел. Ну, он опозорился и убежал. Вот так вот, друзья. А мы не забываем с вами подписываться на все мои каналы. Ачакоп ТВ, Ачакоп ТВ 1. Ролики у меня выходят и там, и там. Вот, смотрите. Не забываем ставить лайки. Нажимаем на колокольчик, друзья, обязательно. Пишем комменты и распространяем видео. Самые активные сторонники канала могут подписаться на Patreon. Это платная услуга. Вы платите там 5, можете больше, но от 5 долларов в месяц вы получаете первыми все ролики. Плюс вы получаете ролики, которые зачастую, не зачастую, но бывают такое, что YouTube их вообще не пропускает. То есть вы их посмотрите, а на широкую аудиторию они так и не попадут. Всё, друзья. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok